Победу на Даровите мы с вами одержали, Питекс стал нашим, ну и самое время, наверное, осмотреть владения. Давайте, наверное, начнем с одинокого особняка, там, я так подозреваю, нас будет ждать мама Октавии. Или не будет. Вы пришли к Маркизе? Ну да, в целом. Пожалуйста, следуйте за мной. Ой. Мы дверь открыли раньше, чем... Что? Это ловушка? Да ладно, после всего этого это еще и будет ловушка. В чем дело? Я никого не ждала. Из глубины дома. Вам навстречу выходит женщина в некогда дорогом платье, побитом молью и заштопанном. Осанка и походка выдают неблагородное воспитание. Ей нет и пятидесяти, но пережитые страдания до срока состарили ее, покрыв лицо морщинами, а волосы сединой. Я Маркиза, Кларида Делла Фиорни. Добро пожаловать в мое поместье. Простите великодушно, мне нечем вас угостить. Боюсь, я не имею чести быть с вами знакомой. Чем обязана визитом? Здравствуй, мама. Октавия? О боги! Моя Октавия, это ты? Сколько лет прошло? Маркиза со слезами на глазах делает шаг вперед, порывается обнять дочь, но останавливается под тяжелым взглядом Октавии. Твоя Октавия? Твоя? Мое последнее воспоминание о тебе? То, как ты сдала меня работорговцам, и тебе еще хватает наглости называть меня своей? Жестокие слова, но справедливые. Октавия, доченька, позволь мне рассказать тебе, что произошло. А потом, потом сама решай, что делать. Даже если ты больше не пожелаешь меня видеть. Мне для счастья достаточно лишь знать, что ты жива и здорова. Я слушаю. Кем был отец Октавии? Под лицом. Больше мне о нем сказать нечего. Залетный эльф скружил голову юной дурочке, а как только узнал, что она ждет ребенка, бесследно исчез. Я не хочу даже произносить его имени. Как Октавия оказалась в рабстве? Мой отец, допокоится его душа с миром, был очень суровым, чтобы не сказать жестким человеком. Когда он узнал, что я жду ребенка от какого-то проходимца, он выгнал меня из дома и лишил наследства. Три года я кое-как перебивалась, шила, давала уроки. Но потом отец понял, что вскоре умрет, а с ним пресечется и род Делла Фиорни. И тогда он сказал, что оставит мне наследство, если я избавлюсь от своего позора. От тебя. И ты избавилась. Променяла меня на наследство. Понятно. Нет, все было совсем не так. Я... Я хотела обмануть его, понимаешь? Я сговорилась с человеком из технолиги. Он должен был увезти тебя в нумерию и держать там, пока мой отец не умрет, а потом вернуть. Я делала это для тебя, понимаешь? Я хотела, чтобы ты росла в своем имении, а не в нищете. Но когда отца не стало, человек из технолиги сказал, что не знает ни о какой договоренности. Что он купил тебя, уже перепродал и не знает, где ты. Почему ты не выкупил ее? Так сказали же, что он не знает, где она. Я не знала, где она. Октавия, поверь, я искала тебя все эти годы. Все состояние, что мне досталось наследство, я потратила на сыщиков, разыскивавших тебя по всей нумере и личным королевством. Но тебя нигде не было. Должно быть, эти сыщики отлично попировали за ваше здоровье. Но не шевельнули и пальцем. Какая же нужна наивность, чтобы платить этим проходимцам вперед? Аркиза вытирает слезы. Я чувствовала, что ты жива. И не прекращала поиски. Я хотела хоть раз увидеть тебя, чтобы попросить прощения. Что скажешь, Октавия? Да что тут сказать? Мама, какая же ты дурочка. Октавия схлипывает. Ну что мы с тобой, без титула бы не справились. Я бы подросла, ремесло бы какому-то научилась. Мы бы, наверное, бедно жили, но зато вместе. Маркиза и Октавия крепко обнимаются. Ты останешься, хоть ненадолго. Я так хочу поговорить с тобой. А тебе не опасно жить здесь всего с парой слуг? Сама знаешь, Питах сейчас неспокойно, да и вокруг одни бедствия. То нашествие магических зверей, то варвары. Я теперь живу в новом месте, украденной земли. Знаешь, где это? Может, переедешь к нам? Там я тебе и расскажу, чем все это время занималось, и покажу, чего добилась. Украденной земли? Как скажешь, доченька. Я немедленно займусь переездом. Я буду тебя ждать. А сейчас... Я сейчас же закажу экипаж и прикажу паковать вещи. До скорой встречи, мама. Я надеюсь, с мамой ничего не случится. А, поговорить с Октавией. А я так понимаю, сходу мы с ней не поговорим? Да. Эм. Ну и особо нас больше никуда не пустят. Давайте осмотрим то немного, что мы здесь можем осмотреть. Видимо... Да блин, ладно, лутать дом мамы как-то... Хотя... Разрабы могли как бы на это рассчитывать и... Ну и припрятать здесь что-нибудь. Нет? Или не могли они нам такую подставу сделать? Как вы думаете? Ну, я бы осмотрелся на всякий пожарный. Даже с песнью мастерства. Чтобы уж совсем козырно осматриваться. Но, судя по всему, нет. Никаких подстав, никаких засад. Все как и предполагалось. Ну и ладно. Все хорошо, что хорошо кончается на самом деле. Иролетти был мертв. Туда ему и дорога. Короне украденных земель наш предводитель добавил корону Питекса. Но за спиной погибшего монарха маячила тень куда более опасного врага. Оу. И мы вышли из Питекса. Эй, а че он не наш-то? Я не понял. События. Белые тигры. Возможность. Ну, Кассель пусть займется. У него нет шансов на успех. Ну, ладно. Тогда не будет заниматься. Проклятие. Здесь у Октавия может заняться. 120 дней. Блин. Ладно. Регионы. А Питекс-то че к нам не присоединился? Я че-то не понял. Что за фигня? Как так? Давайте на всякий случай купим очков строительства, допустим, тысячон. Тем более у нас же там проценты идут с этого. Правильно же? Вроде да. Так. Ну что? А почему Питекс-то? Питекс-эй. Какого фига? Давайте снова зайдем в город тогда. Я че-то не понял. Он должен же... Наш... Посмотрим в журнале. Тут нам осталось поговорить с Октавией. Захватить новые земли. Аннексия. Провести агрессивную аннексию. Ну? Ладно, давайте в порт сходим. Кстати, поместье пропало, как будто его целиком перевезли. Э, откуда песня-то? Алло. А, она, видимо, висела. Лады. Торговец. Во, наконец-то. Ну, знаете что? Я, пожалуй, посмотрю, что тут есть. Лучшие товары со всех речных королевств. Не спрашивайте, откуда все это у меня. Спросите, почем. Покажи свои товары. Тропа блистательной славы. Это лучшие товары. Ну, и давайте я сейчас все быстро продам, и мы с вами встретимся. Записная книжка Ироветти. Мы с вами ее не читали. Итак, вот она. Волшебная коряга, которая так нужна Энн. Не ждал, что из всех, кого я за ней отправлял, повезет именно этому доходяги Тартучио. Паршивец очень любезно сдох, избавив меня от необходимости платить. Ну да пес с ним. Главное деревяшка. Я говорила, что она называется Терн. Что в ней такого? Почему она так важна для Энн? А главное, какую пользу из нее могу извлечь я? Начал с простого. Попытался исследовать корягу с помощью обнаружения магии. Простого, еще чего. У меня чуть глаза не вылезли. У коряги ошеломительная аура. Это великий артефакт. Может быть, даже вещица кого-то из богов. Или из вечных. Энн-фея, наверное, умыкнула у кого-то из первого мира. Поздравляю, Раветти. Ты сорвал куш. Теперь думай скорее, что с ним делать, пока не отобрали. Артефакты особенно великие. Штука коварная. Взялся не за тот конец, получил полные штаны проклятий. Так что прежде чем экспериментировать самому, я дал его Энгелидочке. И приказал ткнуть в Дрелева. Выкуп за него не платят. Служить он мне не хочет. Спать со мной тоже не желает. Значит, будет подопытным. Кончилось это печально. Бедняк сошел с ума. Что ж, это тоже результат. Энгелидочку как подменили. Раньше она без заклинаний на меня шипела и грозила что-то откусить. А теперь так и ластится. Принимает самые соблазнительные облики. Шепчет нежности. В общем, влюбилась в меня без ума. Хотя я уже несколько дней не применял никаких чар. Похоже, я как-то активировал чары деревяшки. Но как? Почему не Дрелев влюбился в нее, а она в меня? Надо продолжать эксперименты. Я понял. Прикосновение деревяшки вызывает любовь к ее нынешнему хозяину. То есть ко мне. Безумие Дрелева сюда не вписывается. Но с этим мы еще разберемся. А пока испытаю артефакт в своих руках на... На ком бы. Открываются такие перспективы. Не знаю, с кого и начать. Испытал корягу на АБ. Все равно эту ледышку в кровать не заманить без прямого божественного вмешательства. Сначала мне показалось, что она тоже сошла с ума. Эта дура орала, кидалась тарелками, облила меня вином. Не бард, а базарная торговка. Но через пару дней мои люди донесли, что она пришла в себя и ищет способ отомстить. Ха-ха-ха. Но все же, что это значит? Как работает эта коряга? Должна, должна быть какая-то логика. Испытал ны и н. Результат тот же. Безобразная истерика на ровном месте. И охороветьте. Все-то у тебя есть. И талант, и богатство, и власть. А вот любви и счастья как не было, так и нет. Шутки шутками, а с корягой надо что-то делать и срочно. Если она узнает, что я все время прятал ее игрушку, мне не поздоровится. Вот же комедия. Такая мощь в руках, а ключа от нее нет. И совет попросить ни у кого. Ни одного толкового заклинателя под рукой. Надо было вместо Академии Искусства открывать Школу Магии. Вот, а теперь я все продам, и мы с вами встретимся. Ну что, неплохо тут так вышло. Очень неплохо. Я думаю, сгонять еще разок быстро в дворец. Но, наверное, я это сделаю между эпизодами. Чтобы сейчас на это время не тратить. Но... Просто 500 тысяч из ниоткуда. Обалдеть. Может, здесь кто-нибудь... Вообще, странная тема. Знаете, мы с вами такие, типа, ходим. Ну, то есть, мы короли, да? У нас там свое королевство и так далее. И если здесь нам кто-то даст квест... Ой. Это будет странно просто. О, очковый нож и какой-то кулон. Да, и там интересная штука еще обнаружилась. Сейчас давайте глянем. А вот это вот... Где она? Я же ее не продал. Вот. Подвеска глубоких вод. Плюс 6 к выносливости. И бонус отражения плюс 5 к защите. А, бонус отражения. Нет, тогда нет. Наручи защиты плюс 4. У нас обнаружились наручи защиты плюс 5. Давайте как. Октави все же проапгрейдим. Вот такие пироги, ребята. Но я все еще не могу догнать. Какого фига? Питекс еще не наш. В общем, я думаю, мы еще разок с вами заглянем на главную площадь. Может, там что-нибудь поменялось. Ну, вроде как Ироветис сказал, что все, Питекс ваш. Дорогу вам преграждает темноволосый немолодой мужчина с моряцкой походкой в раскачку, аккуратной бородой и лицом брюзги. Господин, мое имя Вэллар, я имею честь служить старшим помощником на пиратском корабле исключительно. У меня к вам просьба. Не дайте экипажу морских волков сгинуть на дне бутылки. Могу ли я надеяться на вашу помощь? Без него мой экипаж утонет в пьянстве и декадентских забавок. Пират с порога заявляет, что он пират, да еще и имеет дерзость просить о помощи. Как же все-таки безумно жизнь речных королевств. Им необходимы изменения. В чем ваша проблема? Вэллар мрачно указывает на пьяных пиратов. А вот она, наша команда сделала заказ. Волшебник Блейкмур взялся писать для нас гримуар. Книгу, шедевр искусства. Мы должны были встретиться с ним в этой таверне два, нет, три, много дней назад. Но его все нет. И что хуже, мы не знаем, где его искать. Блейкмур исключительный человек. Он полон невероятных историй. Но у него пунктик на уединении. В общем, вся команда тут пьет и скоро потеряет облик честных пиратов. Остров, помните, тут рядом есть остров. Какой солидный клиент захочет тогда с нами связываться? Давно пора плюнуть на Блейкмура и выйти в море. Но капитан Мартын уперся. Он не хочет уходить без книги. Мне нужна помощь. Я должен сместить капитана и взять командование. Но в команде меня любят немногие. Если Мартын для матросов веселый, безответственный папаша, то я строгая мамочка с ремнем. Мне нужна помощь того, кто убедит матросов поддержать меня. Сейчас таких мало. Это те, кто хочет вновь пустить зюит паруса. Поистину мы живем в эпоху упадка и декаданса. Наверняка вам интересно, что вы с того получите. Отвечу. Грабню, грабеж, вчерашний день для нашего корабля. Мы могли бы посвятить себя торговле элитными предметами искусства. Это очень прибыльно, в том числе и для того, кто получает налоги с нашей посудины. Если вы поможете, я став капитаном. Займусь торговлей под вашим флагом. Но только если я буду капитаном. За Мартын и я не отвечаю. Он всегда больше любил грабеж, чем честную торговлю. Не боишься, что я тебе выдам капитану? Не боюсь. Я много лет не давал этой команде пустить на дно нашу лоханку и наше предприятие. Если я не смещу капитана, то через неделю никакой команды все равно уже не будет. Ответь мне на вопрос о Блеймуре и о вашем гримуаре. Я готов рассказать что угодно, если это поможет вам помочь нам. Расскажи про этот гримуар. Велар мрачно сплевывает. А что там рассказывать? Книга здоровенная, красивая. Вся в каллиграфической росписи. Зная Блеймура наверняка не без магических сюрпризов. Но основная ее ценность – совершенство визуальной эстетики. Велар усмехается. Говорю как художник, да? Как видите, я поднаторел в искусстве за эти годы. Практически полюбил его. Кто такой этот Блеймур? Есть много версий. Все они одинаково неправдоподобны. Блеймур – ходячий феномен. Послушав его пять минут, вы услышите больше невозможных историй о его приключениях, чем может принять ум самого отъявленного фантазера. Но он необычайно искусный маг и художник, в этом я убедился лично. Больше у меня нет вопросов. Надеюсь, этих сведений вам хватит, чтобы помочь нам. У меня к тебе вопрос по поводу твоего ремесла. Что именно вас интересует? Расскажи про ваш корабль, исключительного. Более славного пиратского корабля вы не найдете. Мы не какие-нибудь разбойники, охотящиеся на рыбаков и сухогрузы с капустой. Исключительный, вечно в погоне за искусством. В смысле, за предметами искусства. Я не был большим ценителем, но когда узнал, за какие деньги аристократы готовы их покупать, эстетика и чувства прекрасного во мне вспыхнули с небывалой силой. Большую часть добычи мы продаем королю Иравитти. Кремуар Блейкмора, кстати, тоже предназначался для него. Сейчас контракт утратил силу, но капитан считает, что раз мы с Блейкмором договорились, то должны получить книгу. Селедка упрямая. Как ты стал пиратом? Долгая история. Когда-то я был мелким землевладельцем в Росланде. Но когда с домом Рогайвере случилось то, что случилось, я подобрал Швартова и дал дёру. Смоту я чуял так же отчетливо, как то, что полуночи ветер сменится на Нордвест. В Мертвомосте я познакомился с капитаном Мартином, он собирал новую команду. Команда быстро сочла, что именно я должен, ну, всё устраивать. Всеми руководить. Кэп умеет думать наперёд, но с дисциплиной у него так себе. На исключительном я слушаю капитана, а команда меня. Ну, это до момента, пока я не перечу Мартину. Отложим это. Есть дела поважнее. Как скажете, всегда к вашим услугам. Поговорим позже. Я надеюсь на вас. Попутного вам ветра. Нам же не надо сначала гримуар найти. У нас квест-то появится. Хорошо, давайте скажем так. Блин. Мы всерьёз сейчас будем убеждать пиратов? Блатман. Мрачный тип с длинными каштанами и волосами и неприятным лицом пьёт в углу один. Вряд ли он рад вашему вниманию. Что надо, господин хороший. Ты кто такой? А вы. Я пират. Матрос. Исключительного. Просто матрос. Матрос Блатман, если вам так интересно. Удовлетворены? Почему ты сидишь один? Потому что не нуждаюсь в компании. Это намёк. Матрос тяжело вздыхает. Почему, когда человек пьёт один, все нравятся к нему присоединиться? Вон куча моряков, жаждут общения. Что думаешь насчёт вашего пребывания на берегу? Ха-ха. Не стоило надеяться на пунктуальность Блейкмора. Он особенный человек, но редко можешь ответить на вопрос, который час. Но в целом мне плевать, пока пиво есть. До свидания. Ага. Кто-нибудь ещё с нами удосужится поговорить? Хозяин таверны, капитан Мартин. Но с капитаном, наверное, говорить не самая лучшая идея. Но под сохранение-то попробовать стоит. Перед вами стоит высокий, уверенный в себе мужчина в причудливой шляпе и с обаятельной улыбкой. О, новые посетители. С кем имею честь встретиться? Меня зовут капитан Мартин. В последнее время в таверне мало новых лиц. Почему-то. Могу быть вам чем-то полезен. Мм. Сдай командование Велару, пока команда тебя не повесила. Мартин, непонимающий, улыбается. Вы слышите шаги Велара за спиной? Сэр, давайте обойдёмся без крови. Сдайте командование. Вытяните команду на дно. Велар, это что? Мятеж? Да вы издеваетесь надо мной. Моя команда никогда меня не предаст. Ведь я лучший капитан всех морей. Верно, ребят? Ха, да ты просто идиот в дурацкой шляпе. Капитан должен быть суров и кровожаден, а ты просто болтун. Пираты поглядывают на вас. Ладно. Не прокатило. Ещё разок. Давайте в этот раз попробуем устрашение. У него сложность выше, но мне кажется, опыта нам дадут больше, если что. Ты трус, а не капитан. Сколько вы уже сидите на суше? Так ли должен вести себя капитан? Пираты хищно улыбаются. Ваши слова их заинтересовали. Вы что, решили обратить? Против меня мой же экипаж? У вас ничего не выйдет. Эй, морские волки! Не я ли всегда заботился о вас? Не ли я обеспечил нам славную добычу? Кого ты пытаешься обдурить? Все знают, что лучшую часть добычи ты прикарманиваешь себе. Мне Велар всё рассказал. Пираты начинают роптать, возмущённо поглядывая на капитана. Мартин кладёт руку наружу. Не стоит посягать на мой корабль, Кураж. Отставить мятеж. Команда арестовать Велара. Со мной тоже лучше не шутить. Кто тронет Велара, покойник. Ух ты, мы кажется уровень получили. Мартин замирает, не зная, что ответить. Пауза тянется. Кто-то из пиратов цедит сквозь зубы непонятное морское ругательство. Мартин затравленно смотрит на окруживших его матросов. По знаку старшего помощника бывшего капитана уводит. Старший помощник, нет, уже капитан Велар, с чувством пожимает вам руку. Вы спасли исключительного. Теперь мы наконец можем пуститься в плавание, как нормальные пера. Стоп. Я помню, что обещал. Мы положим конец карьере морских псов и станем честным торговым судном. Исключительный под вашим вкладом. Обалдеть. Слушайте. Ну, три проверки сложных, действительно сложных, но нам за них дали почти 200 тысяч опыта. Ну, и, наверное, стоит поговорить с хозяином таверны, раз пошла такая пьянка. Кмурый трактирщик Халфлинг уныло взирает на вас. Его голос равнодушно выдает заученный текст. Приветствуем вас в лучшем заведении Питекса. Чем могу служить? Как дела в городе? Тактирщик Мурый. Морщица. Великолепно. Король Раветти мертв, да здравствует король Кураж. Новая жизнь. Правда, воруют все по-старому. И работать не хотят. И пьют. А так все великолепно. Как поживаешь? Гости ведут себя прилично? Прилично. Я так понимаю, это вы помогли этим речным пройдохам найти выход. Трактирщик тяжело вздыхает и пытается придать голосу нотку благодарности. Заведение искренне признательно вам за помощь. Мне нужны припасы для долгого пути. Милости просим, если золото в карманах есть. О, а у него... Как ни странно, как раз таки всякие айтемы. Это просто очень странно, поскольку... Но там чувак стоял торговец, у которого нифига не было. И опять о транспортациях и ядах телесных. Сколько же можно? О, а тут какой-то левый тип продает нам интересные штуки. Ладно, давайте предложим ему всякий мусор. Ну и всякий мусор тоже. Что вот эта штука? Ко всем проверкам навыков. Лутовство и подвижность. 1D6 урона по численным преимуществам. Этот урон увеличил... У-у-у. Слушайте, а нормально так? То есть эту штуку можно дать Октавии, и у нее урон увеличится на 1D6. Нормич. Так. Ну что ж, мне что-то хочется, чтобы уже город стал нашим. Давайте, наверное, отдохнем в этом трактире. Посмотрим, к чему это приведет. Можно здесь переночевать? Если есть деньги, то можно, а нет, так здесь не богадельны. 10 золотых платим. Отлично. Все у нас восстановились. Все бодрячком. Давайте проверим, стал ли питок с нашим уже. Потому что что-то какая-то странная фигня. Ну то есть, если это таки глюк, то мне очень не нравится этот таки глюк. А у этого торговца только наши, только то, что мы ему продали, да? Какой-то фиговый начинающий торговец. Хотя такое ощущение, что у него сейчас что-то новое появилось. Или нет? Ладно. На главную площадь сходим еще разок. Что здесь? Может, нас как-то официально должны коноровать? Короновать. Да нет, вроде. Может, в Академию надо зайти. Хотя тоже странно. Здесь горожане? А где все торговцы? Где вся житуха вообще? Как-то, ну, Питекс не оправдывает моих ожиданий совсем. Я думал, это будет какой-то большой, огромный, бесконечный город а-ля Балдурсгейт. А это какая-то, ну, шляпа, что ли. Шляпа, да. Ладно, давайте с вами в тронный зал зайдем. Может, там какое-нибудь событие. Блин. Вот эта вот музыка тревожная меня тревожит. Красиво я формулирую слова, не правда ли? Ну, просто ее тут быть не должно, поскольку мы всех-всех-всех гадов перебили. И трон в целом наш. Но нет. Ладно. Буду разбираться. Может, может, может что-то быть. Я не знаю что. Но если это баг, то очень прискорбно. Просто, ну, если это не аннексия, то что же еще? Сам Моровитти сказал, что город наш. Интересно, мы все сможем унести? Да, сможем. Я, пожалуй, это все продам быстро в порту. Обалдеть. Помните, сколько стоила первая пачка товаров? Под 500 тысяч. Здесь у нас на 6500, а весит дофига. Ну, окей. Все же, все равно деньги. И давайте заглянем в Академию искусств. Может, там что-нибудь нас ждет. Я уже просто теряюсь догадкой. Ну, потому что, ну, вроде как, и такс наш, блин. Какого ляда? То есть, мы всегда, конечно, можем отправиться домой там отсидеться денек, смотреть, что будет. Вроде как, уже даже переночевали. А, Академия искусств, видимо, здесь сделана просто шоп-булу. Кстати, почему-то она мне напомнила, блин, Borderlands 2, когда ты отправляешься в город, где там Хэнсом Джек, и все в его статуях. Не Гиперион? Нет, вроде. Ладно, давайте на выход. Эпидекс не наш. Я в королевстве не вижу никаких проектов. Почему он не наш? Что за бред? Странная фигня. Ладно, раз пошла такая пьянка, давайте повысим нашим уровень и на этом закончим. Поэтому, если кто-то не хочет это смотреть, ну, я считал, что кому-то неинтересно, давайте с вами я попрощаюсь и пожелаю удачи. А с остальными мы посмотрим, что у нас тут. Итак, Валерий, воин. Ну, новая черта. Окей. Атлетика, знание природы, внимание. Так, черта. Внимание, бой в слепую плюс-плюс. Внушительная стойкость нет. Зашибись. А здесь рейнджер. Тоже ничего не получаем вообще. Такие уровни немножко пустые смысла. Так, давайте-ка бой в слепую плюс. Возьмем. Джубелост. Я надеюсь, что хоть у него тоже ничего. А, хотя? Бомба. Бомба. Плутовство, скрытность, знание. Вот это, вот это. И вот это. Так. Залп. Это пролог. Это пролог. Это пролог. Внушительный. О, двужильный. Кстати. Пригодится. У-у-у. Драконий рот. Вы получаете бонус плюс 4 к силе, плюс 2 к выносливости, плюс 4 к защите. Не особен. Ваша скорость улична. Один укус, два когтя. Ой. Не знаю как-то. Легендарные размеры. Грозные очи. Трансформация. Тоже на себя. А у него, видимо, все это на себя. Черт возьми. О. Что это? Излечение позволяет вам направить позитивную энергию на существо. Исцелить его от ран. Бессилие, болезнь. Да. Пусть вот это будет. Мы. Оу. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Мы напоследок. Давайте стрислить. Она теперь жрец. Ну, тут все банально. У него будет новая черта. И вот это все мы ему поднимем. Диакс. А любимая школа магии плюс воплощение. Суперски. Октавия, девчуля. Она у нас мистический трикстер. Мне кажется, отлично. У мистического трикстера как раз на десятом уровне все уже максимизировано. Это здорово. И еще одну... А, атлетику, например. Октавия дофига чего умеет. А любимая школа магии... Ух-ху-ху-ху-ху. Я вот не знаю. Ну, да, наверное, можем взять универсализм. Аж такой универсализм. Намного сложнее. О-о-о. Ну, допустим. Так. На восьмом уровне. Ангельский аспект высший. Драконий рот 3. Пугающий аспект. Безминтир. Вопль высший. Ух. Полярный луч. Ей лучи нужны, потому что они еще... Призыв старинного элементаля. Солнечная вспышка. Стрелы бури. Господи, сколько же всего клевого. А давайте ей... Ладно, потом в книжку заклинаний я загляну. Точнее, между эпизодами я это сделаю. Ну, и наш персонаж будет бардом. Песня отваги. Ура-ура. На семнадцатом уровне плюс 4 она у нас будет давать. А бонус боевого духа к спасброскам. Бонус мастерства к броскам на попадание и урону. Вот это хорошо. Ну, и традиционно вот это все мы прокачаем. Экс. Эм... Быстрый выстрел. Почему нет? И на третьем уровне что мы можем взять? Легкий шаг массовая. Давайте так. И на шестом уровне... Исцеление серьезных хранений массовая. Призыв огромного элементаря. Пусть тоже будет. Мне нравится всякую шнягу призывать. Фух. Ну что ж. На этом мы, видимо, этот эпизод закончим. Поэтому давайте скажем спасибо Андрею Фиолетову, Максиму Вавайлу, Мэйхаму и Зуклике за то, что они продолжают поддерживать наш канал. Ну, и огромное спасибо всем вам, что вы приходите, смотрите эти видео. В следующем эпизоде, я надеюсь, мы разберемся, какого фига Питекс не стал нашим. Ну, а потом продолжим что-то делать. Вот, а пока на этом все. Всем удачи, счастливо. Пока-пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok